Здравствуйте, меня зовут Ульяна и тема нашего урока это внутренние различия в Европе. Северная Европа и Норвегия, природная среда в жизни человека. Относительное единство Европы не означает то, что в ней нет географических районов, которые будут различаться. В основном Европу делят на две части это на западную Европу и на восточную Европу. Тогда как в западной Европе это входит северная Европа, средняя Европа и южная Европа, в восточную входит восточная Европа. На карте мы можем посмотреть фиолетовым цветом обозначена северная Европа, зеленым средняя, восточная Европа желтым и оранжевым цветом обозначена южная Европа. Какие субрегионы зарубежной Европы и бы сформировались и мы посмотрим по показателям. По показателям территории, населения и ВВП. Будем также определять долю. Мы видим то, что Северная Европа обладает долей в территории 20%, тогда как в населении 5% и ВВП 8%. Средняя Европа по территории 25% занимает, по населению 43% в ВВП 59%. Южная Европа по территории 18%, по населению 21% в ВВП 9% и Восточная Европа по территории 37%, по населению 31% и ВВП будет 14%. Рассмотрим регион Северной Европы. В регионе Северной Европы в основном сосредоточены страны, которые находятся на островах или полуостровах. В основном они омываются водами нескольких морей. И если мы вспомним там карту, то мы посмотрим то, что южная граница Европы расположена на уровне Москвы, тогда как северная граница в основном расположена в арктическом климате. Чем благоприятно положение Северной Европы? Так как большое количество стран выходит к морю, море это всегда богатство, которое дает возможность ловить рыбу и ее продавать, также ее потреблять. И большое количество в шельфовой зоне, месторождении нефти и природного газа. Также приморское положение дает возможность использовать море как транспорт. Хвойные леса дают большое развитие для лесного комплекса, например, целоза бумажного и заготовки древесины. Как я и говорила, что северная страна является главными поставщиками рыбы, также поставщиками продукции из молока, бумаги, пиломатериалов и энергоемкой продукции. Также страны Северной Европы обладают самым высоким уровнем и качеством жизни населения по таким показателям, как личные доходы граждан, качество жилья и доступность образования. Сейчас мы рассмотрим страну Норвегию. Норвегия – это страна, вытянувшаяся вдоль скандинавского полуострова в меридиональном направлении. Протяженность с севера на юг достигает более 1700 километров, тогда как с запада на восток она будет от 7 до 400 километров. Омывается тремя морями – Норвежским, Баренцевым и Северным морем. Наличие морей дает возможность ловить рыбу и использовать его также как транспорт. Большая изрезанность территории обуславлена фьордами, вот так выглядят фьорды, и в состав Норвегии входит более 150 тысяч островов. Так выглядит в основном поселение Норвегии. Как развивалась экономика Норвегии в первой половине XX века? В первой половине XX века экономика Норвегии в основном базировалась на традиционных источниках использования хозяйства, на таких как рыболовство, лесное хозяйство, горнометаллургическое производство. Но во второй половине XX века были обнаружены новые месторождения углеводородов, таких как нефть и природный газ. Также до середины XX века Норвегия была мировым лидером по размерам улова, что привело к истощению больших запасов ценных рыб, таких как треска и сельдь. Но в Норвегии сейчас развивается большое направление, как искусственное выведение атлантического лосося. Также Норвегию считают как морским извозчиком, так как у Норвегии современный большой крупный морской флот, но при этом большая часть морского флота направлена на торговые перевозки именно иностранных товаров. То есть получается, что некоторые суда не входят в порты своих государств несколько месяцев, даже года. Территория Норвегии примерно одна четвертая занята лесами. Благодаря лесам идет развитие лесного комплекса, а в частности идет сейчас переориентация на выпуск бумаги и картона. Также в Норвегии развивается электрометаллургия. Электрометаллургия развивается на базе дешевой гидроэлектростанции ГЭС. Также Норвегия занимает первое место по выработке электроэнергии на душу населения. Какое развитие во второй половине 20 века? Экономика Норвегии во второй половине 20 века разделилась на две части. Это на континентальную экономику и на шельфовую экономику. Континентальная экономика в основном направлена на производство. Производство морских буровых платформ и оборудований для чистки рыбы. Тогда как шельфовая экономика после того, как во второй половине 20 века нашли новые месторождения углеводородов, базируется на добычу нефти и природного газа. Так выглядят буровые установки в шельфе. Размещение населения и хозяйства. Норвегия очень редко населенная страна. И плотность населения примерно 12 человек на квадратный километр. Большее количество населения концентрируется в прибрежной полосе. Это примерно 3 четвертых населения и 90% промышленных предприятий. Примерно 1 вторая часть населения проживает на юге территории. И там расположено 4 пятых промышленных производств. В столичной гломерации сосредоточено 1 четвертая всего населения. Как мы знаем, в принципе, столичное положение очень вовлекает в себя большое количество миграций, трудовых ресурсов и способствует наибольшему развитию промышленности. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.